В эфире Утро Карачаева Черкесия на телеканале Россия. Всем доброе утро. В эти дни в России отмечается День косметолога. И сегодня гость нашей программы профессиональный косметолог Лиля Алиева. Каковы главные тенденции в нынешней косметологии? Насколько небезопасен ботокс и подобные процедуры? А также, что надо делать женщинам, чтобы всегда выглядеть хорошо? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Лиля расскажет моей соведущей Бэлли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Лиля. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, пришла сегодня к нам в гости. Сегодня Российский день косметолога. Почему я говорю на «ты»? Сразу хочу сказать нашим зрителям, потому что я тебя знаю уже очень много лет, прямо с твоего детства. Как косметолог, профессионал, скажи, пожалуйста, какие... Вот сейчас весна. Какие сейчас тенденции в косметологии? Главные, основные? Доброе утро. Смотрите, в косметологии очень много новых тенденций. Постоянно у нас есть какие-то новинки, но мы ими не злоупотребляем. То есть с наступлением весны многие женщины хотят выглядеть хорошо, свежо, молодо и не знают, что бы им с собой сделать. Потому что как бы зима, депрессия, все это проходит, и весной хочется выглядеть свежо и хорошо. Но главное не переборщить и всегда знать, какие процедурки вам именно необходимы. А очень часто вы, наверное, слышите такие выражения, как «обколола лицо ботоксом», «сделала себе там пластмассовые губы» и так далее. Чтобы не было таких у нас, скажем так, побочных эффектов, мы обращаемся к грамотному специалисту, который вам подберет процедурки, которые вам необходимы. Самая как бы трендовая, скажем так, процедура на сегодняшний день – это, наверное, ботокс. Что такое ботокс? Ботокс – это у нас нейротоксин, ботулотоксин типа А, который воздействует у нас на мышцы, на нашу нейросистему. То есть мышцы у нас расслабляются. От уколов ботокса вы не станете какая-то надутая, искусственная или просто как бы динамические наши, то есть мимические морщинки чуть разгладятся, и вы будете выглядеть намного моложе. Лиля, скажи, пожалуйста, а насколько вот ботокс небезопасен? Потому что очень многие женщины боятся этой процедуры. Мы сейчас не будем рекламировать эту процедуру, ну просто вот хотелось бы, чтобы ты рассказала, насколько это вредно, и вообще это вредно? Да, смотрите, ботокс-то – это инвазивная процедура, то есть инъекционная. И страх многих девушек, женщин, он понятен и объясним, потому что вы приходите на укол и доверяете врачу-косметологу свое лицо. Но это не так опасно, не так страшно. Сама процедурка занимает пару минут, минут пять – это прям если у нас тяжелый случай. А побочные какие-нибудь могут быть эффекты, это у нас может быть птоз тканей, если неправильно поколот препарат. И, в принципе, у нас синячки, которые отходят в течение недели, и все, каких-то страшных последствий от ботокса быть не может, то есть он клиническим исследованием доказан, что он безопасен. Какие бы рекомендации ты дала бы женщинам на сегодняшний день? На сегодняшний день я бы порекомендовала девочкам, девушкам, женщинам любить себя, ухаживать за собой, мамам прививать любовь к себе, своим девочкам. Ну, как бы я по себе могу сказать, у меня две дочки, вот как-то с детства, чтобы они понимали, что всегда нужно за собой ухаживать. То есть не приходить в 50-плюс лет и говорить, ну, сделай со мной что-нибудь. Девочке нужно как-то заранее за собой следить, не исключать домашний уход. Это очищение, увлажнение и питание нашей кожи. То есть не обязательно ходить и делать всегда уколы. Ну что же, я еще раз поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и благодарю за то, что была у нас в гостях. Спасибо тебе. Вам спасибо. И в продолжении темы хочется сказать, что в косметологии часто используют натуральные продукты, фрукты и овощи. Кстати, сегодня свой день рождения отмечает экзотический фрукт – банан. Говорят, Карл Маркс очень любил эти экзотические фрукты и регулярно их покупал, несмотря на дороговизну бананов для трудящихся всех стран во второй половине 19 века в Лондоне. Сейчас бананы доступны всем в любое время года, и они богаты витаминами. Сегодня еще 190 лет исполняются спички. Когда-то огонь добывали с большим трудом, и это изобретение стало величайшим прорывом в развитии цивилизации. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке, затем также программы Ногайской редакции в 14.30 в «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.